Мне очень приятно видеть знакомые лица и разделять Божью любовь. Вчера мне как-то пришлось побыть дома, и я не зря как бы был, готовился к проповеди. Главное, у меня целая неделя была одна другая тема совсем, но я совсем забыл, что будет больше людей, не только наше маленькое общение, но будет больше людей, то Бог положил мне на сердце говорить о более такой, можно сказать, серьезней и как бы важнее, чтобы сказать такое слово. И назвал я проповедь так, что «стань другом Господу». Много людей в мире, они приходят к Господу, и Бог прощает их грехи. И мы сейчас пели, что нам прощены грехи, и это очень прекрасно, это очень хорошо, это самое лучшее, что может случиться с человеком, когда Бог ему простил грехи. Но вы знаете, после этого еще нужно что-то дальше делать. Не просто, как бы сказать, простили грехи и все. Есть люди, которые останавливаются на этом, как бы, они принимают Иисуса Христа как своего спасителя, и они благодарят Бога за прощение грехов, но дальше они не соприкасаются близко с Господом. Есть другие люди, которые приходят к Богу, и они находят много разных хороших вещей в Боге, как богатство, как исцеление от болезней, и человек ищет у Бога то, что ему выгодно, то, что ему хочется. Но Писание нам предлагает стать другом Богу. Я прочитаю в Новом Завете, есть очень хорошая фраза, когда Иисус Христос сказал своим ученикам. Это написано от Иоанна, по-моему, это 15 глава. Он сказал в 14 стишке такие слова. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Смотрите, как интересно Бог говорит, что они были рабами. Раб, он не знает, что делает его Господин. То есть раб, он не знает, что думает Господин. Он не знает, какие планы у Господина. Но Бог называет, говорит, я называю вас друзьями. Это был, говорят, такой момент, когда Иуды даже там не было уже. Там были чисто его ученики, 11. И он им произнес эту фразу, что они его друзья. Почему? Потому что он уже все открыл им про Отца. Потому что он уже мог им доверять. Он мог с ними советоваться. Одно из имен Бога – это советник. И как узнать, кто твой друг? Я лично для себя, так иногда встречаюсь с людьми, приходит момент, когда я подхожу к человеку и говорю, я уже твой друг. И человек иногда удивляется, потому что мы знаем друг друга 5 лет, 6 лет. Он говорит, так как, я тебя всегда считал как бы другом. Я говорю, не, не, не. Вот с этого момента я тебя считаю своим другом. Он мне удивляется, говорит, почему? Я говорю, потому что ты со мной советуешься. Ты советуешься, потому что я нужен в твоей жизни, и ты мне нужен. То есть, если дружба, дружба должна что-то связывать. Должны быть какие-то общие интересы. И обычно друг, он просит совета у тебя, или ты у него. И ты приходишь к другу, и ты советуешься. Так узнать, что он твой друг. Знаете, много есть знакомых, есть много очень хороших людей. Но бывает по 20 лет вместе, там, родственники, знакомые, никогда не ищут друг у друга совета. Никогда не интересуются, как сказать, такими важными вещами, которые важны друг другу. Они просто знакомые, они поддерживают отношения, но это не друг. Друг, он, когда тяжело, он придет, спросит у тебя совета, поддержки. И Бог хочет, чтобы мы стали его друзьями. Это какой-то подъем, это какое-то другое уже, как сказать, общение. Есть очень много знакомых, есть очень много хороших людей, но друг, это кто-то много ближе. И Бог предлагает нам быть его другом. Но мы знаем со Старого Завета, я знаю двух людей, которые Бог называл своими друзьями. И Бог, он не скрывал своих планов от них. Когда Бог назвал Авраама другом, то помните, такой был момент, что Бог решил посмотреть на Содом и Гоморру. И Он говорил, спустимся, посмотрим, как там живут люди. Но Он говорит, я не могу ничего сделать, не посоветовавшись с Авраамом. То есть, сам Бог пришел и советовался с Авраамом, и говорил ему, вот смотри, как они плохо живут, какой там грех. И Он говорит, надо уничтожить их, потому что их и на жизнь. И Авраам начал с ним договариваться, говорит, ну если вдруг 50 праведников найдешь, он говорит, ну тогда пощажу. Если 40, 30, 20, 10. И они так разговаривали, пока уже Бога просто сказал, ну он отошел от него, когда 10. И представьте, Бог советовался с Авраамом. Это очень трудно понять. Трудно понять, что сам Бог советуется с человеком. Но это происходило. Другой человек, Лот был, да, он тоже был праведник, но Бог с ним не советовался. Бог уже с ним просто вставил его в факт. Когда пришли ангелы, они просто сказали Лоту, выходи ты, свою семью выводи. И у него уже не было выбора, у него уже не было, как сказать, совета. Просто он не был другом Богу. Он был просто праведник. Почему такая разница? Понимаете, как определить, что ты друг Богу? Что нужно сделать, что стать другом Бога? И тут есть очень много в Библии таких высказываний, что нужно сделать, что стать другом Богом. Я считаю, что самое важное, это написано, нужно иметь страх Божий. Страх Божий, о нем очень много написано в Библии, и очень много есть очень хороших выражений про страхи Божьи. Что он делает? Я просто зачитаю несколько, потому что у нас мало времени. Но в Библии написано много о страхе Божьем. Написано, допустим, страх Божий – начало мудрости. Страх Божий – чист. Страх Божий – есть истинная мудрость. За смирением следует страх Божий. Страх Божий будет сокровищем твоим. Страх Божий ненавидит зло. Страх Божий прибавляет дней. Страх Божий – источник жизни. Страх Божий научает мудрости. Страх Божий отводит от зла. Страх Божий ведет к жизни. Есть очень много-много хороших выражений о страхе Божьем. И по вот этим фактам я могу определить, если человек имеет страх Божий, он, конечно, будет другом Богу. Что нужно сделать, чтобы… Какая проблема у человека, любому приходящему Богу, какая проблема, почему он не становится сразу другом Богу. Это грех. Когда Бог прощает наши грехи, это очень прекрасно. Но дальше мы должны научиться жить не греша. Мы должны дальше научиться жить не согрешая. И это только может нам помочь страх Божий. У Рама был страх Божий. И поэтому он не грешил. Поэтому он хранил себя. Потому что это премудрость. Это освящает человека. Это хранит его от греха. И, допустим, я хочу посмотреть такой пример. Очень видно, как Моисей тоже имел страх Божий. Возьмем такое, как сказать, факт. Факт. Моисей вышел из того места, где ему было очень хорошо. Он жил в царском доме. Он кушал самую лучшую пищу. У него были самые лучшие места, там, жизнь. И все, что ему могло представить на то время, самое лучшее у него было. И, как бы сказать, после того, когда он ушел из этого места, не написано, чтобы он ни разу не пожалел об этом. Представляете, все самое лучшее, все самое прекрасное. Но он не пожалел об этом. Ту же самая народ, рабы. Рабы, народ израильский, которые были рабами в этом же самом месте, которые кушали самую плохую пищу, над которыми издевались, их били, их иных детей убивали. Но что они делают? Они всегда ропщат и всегда хотят вернуться назад. Как-то странно. Понимаете, у них самая плохая жизнь, самая плохая обстановка. Они хотят вернуться назад. У него все самое лучшее, все самое прекрасное. И он никогда не хочет вернуться назад. Почему такая разница? Потому что у него был один момент. Он однажды приблизился к Богу. Знаете, в Новом Завете написано очень хорошее место. Иаков пишет «Приблизьтесь ко мне». Такое место я хочу зачитать, чтобы мы отметили. Это 4 глава Иакова. Восьмой стишок. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные». Это не говорится к людям, которые не знают Бога. Люди, которые не знают Бога, они не могут приблизиться к Богу. Бог только может приблизиться к ним. Но здесь говорится к людям, которые уже знают Бога. И им предлагается приблизиться к Богу. Самому лично начинать двигаться в сторону Бога. И тогда Бог приблизится к тебе. Смотрите, какое прекрасное обетование. Ну что, нужно оставить грехи? Что мешает нам приблизиться к Богу? Именно грех. Нужно возненавидеть грех. Нужно от него отказаться и приблизиться к Богу. Народ израильский так никогда этого не смог сделать. Давайте запомним, что с ними стало. Они все погибли. Почему? Был план у Бога спасти их. У Бога не было плана их погублять. Он их освободил от рабства. Он их вывел из того рабства. Но что с ними произошло? И я хочу прочитать именно один момент, что с ними произошло. Почему так с ними произошло? У них был такой очень важный момент, когда им нужно было приблизиться к Богу. Им нужно было обязательно приблизиться к Богу. Потому что Моисей уже приблизился к Богу. Он уже был на горе Синай. Он уже видел этот горячий костер. Он был очень близко к Богу. Он имел страх Божий. Ему уже не хотелось никуда. Он уже приблизился к Богу. И Бог приблизился к нему. Он имел личное отношение с Богом. Он слышал Слово Божие. Он слышал близко Бога. Но теперь нужно было тоже совершиться с народом Божиим. Те, которые Бог избрал. Те, которые Бог позвал. Им нужно было приблизиться к Богу. И смотрите, на исходе, 21 глава, написаны такие места. Весь народ, 21 глава, 18 стишок. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящиеся. Увидев то, народ отступил и стал вдали. Народу нужно было приближиться в присутствие Божие. Но когда народ увидел присутствие Бога, они отступили и стали вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, а мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Почему они боялись приблизиться к Богу? Вы знаете, когда человек приблизается к Богу, все грехи его, они все становятся явными. Бог сразу видит человека, какой он есть, что у него внутри. Невозможно в присутствии Божьей скрыть свой грех. У них были грехи, они прикрывали свои грехи. А да, они вышли от Бога, да, вышли из рабства, они вышли с того места. Но что, у них остались грехи, у них остались помыслы, у них остались желания, которые они скрывали. Они делали вид благочестивый, как сегодня написано, в последнее время будет вид благочестивый люди иметь. Но у них был грех. И вот Бог предлагает им, предлагает им выйти близко к Нему. И к ним пришел страх, они забоялись, что они умрут, потому что грех их нет. Они не могли оставить, они не хотели его оставлять. Они хотели так дальше жить, они хотели использовать Бога. Они видели множество чудес. Как сегодня Иисус говорит, тоже в последнее время, что люди будут чудеса видеть. Даже имя Господа будут, именем Господа исцелять других. Но это ничего не значит. Если у человека грех, он ничего ему это не поможет. Бог скажет, отойдите, я не знал вас. Хотя, так же самое, как тот народ, они видели множество чудес. Как можно было видеть такое чудо, когда вода разошлась, когда перед тобой погибли все эти великие войны, когда Бог творил столько чудес перед ними. Но что, у них остался грех. И что грех сделал? Он остановил их. И они не смогли, они пошли от Бога наоборот, назад. Но смотри, написано, что как. И сказал Моисей народу, не бойтесь, не пришел, чтобы, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы, чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. У них такой был момент. Он говорит вам, не бойтесь, страх Божий сейчас сойдет на вас, и вы перестанете грешить. Приблизьтесь к Богу. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Представьте, Моисей зашел к Богу. Я так представляю, это момент такой. Как узнать, что у тебя уже есть страх Божий? Ты будешь входить в мрак Божий, там, где тебе непонятно. Ты должен будешь научиться доверять Богу. Я вот смотрю про Авраама, когда он научился доверять Богу, Бог испытывал Авраама, написано. И Бог предложил Аврааму принести в жертву своего собственного сына. Вы знаете, по-человечески это никак не применимо, по-человечески это непонятно. Но он, когда услышал от Бога, что Бог хочет, чтобы он это сделал, что он сделал Авраам? Он рано-рано утром встал, на следующий день сразу, сразу встал. Он не стал думать, о, может быть, Бог передумает. Может быть, потом когда-нибудь, пускай Бог чуть-чуть потерпит. Может, я как-то еще пообщаюсь со своим сыном, потому что он очень любил своего сына. Я думаю, что он уже был отроком и имел очень близкие отношения с Авраамом. И Авраам сильно любил его. Авраам сильно надеялся, что в его сыне благословятся все народы. Авраам имел эти обетования, и тут Бог предлагает ему принести в жертву. Но он ни капли не сомневается, он ни капли не переживает. Он думает только то, чтобы исполнить, что Бог сказал. Вы знаете, и он сразу пошел в ту сторону, куда Бог его направил. Он ушел три дня. Он ушел и до последнего положил своего сына, уже вознес нож. И в последний момент ангел остановил его. И Бог сказал, я увидел, что на тебе страх Божий. Бог увидел. Бог точно увидел, что он будет делать то, что Бог хочет от него. Сегодня нам предлагается, знаете, в нашей жизни делать то, не то, что ты хочешь, не то, что ты разумеешь. Но что-то делать то, что Бог тебе говорит. И Бог тебе когда говорит, не вздумай останавливаться, не вздумай переносить на завтра, не вздумай думать, а может быть потом, а может это что-то непонятное для меня, может это что-то не вкладывается в мой разум. Но если тебе Бог говорит, Он тебя испытывает. И ты должен совершить то, что совершил Авраам. Ты должен делать так, как говорит тебе Господь. Может люди тебя не поймут, но ты должен делать то, что Бог тебе говорит. Может Бог тебе говорит, какие-то финансами пожертвовать. Может Бог тебе говорит, куда-то поехать. Может Бог скажет тебе, я не знаю что. В моей жизни иногда происходят такие моменты, когда мне Бог говорит то, чего я не понимаю. И я куда-то еду, с кем-то разговариваю, что-то говорю, и потом я вижу славу Божью, я вижу силу Божью. И меня радует то, что я не послушал свой разум, а просто доверился Богу. Да, мой разум говорил противоположно, но я доверился Богу. И это очень хорошо, дорогие друзья, это хорошо, когда мы доверяем Богу, когда мы не со своей плотью советуемся, не со своими там, а с Богом. И вы знаете, Бог, Он советник, Он хочет сегодня советоваться с нами, Он хочет, это очень странно звучит, но Он будет спрашивать и у нас совета. Представьте, сам Бог будет советоваться с нами, это очень странно звучит, но это происходило. Допустим, Моисей, помните, когда Бог сказал, отойди, Моисей, отойди, я уничтожу этот народ. Но Моисей вступился за народ, и он начал уговаривать Бога, говорит, как подумают другие народы, если ты уничтожишь этот народ. Бог ему хорошее предложил, говорит, от тебя новый народ произнесу, от тебя. Это хорошее предложение, вы знаете, очень от него самого, представляете, какая слава Моисею, что через Моисея выйдет благословенный народ. Но Моисей вступается за народ, Моисей спорит с Богом, и что Бог сохраняет народ. Представьте, Бог прислушался к Моисею, и Он остановил это. Дорогие друзья, мы этой земле, мы праведники, нам нужно иметь страх Господний. Я почему вначале сказал, что Лот не имел страха Господнего. По всем фактам видно, что он этого не имел. Когда у них пришел момент, помните, у них были большие стада, им надо было где-то разделиться. У них находились споры, и Авраам предложил Лоту, говорит, если ты направо, ты налево. Смотрите, что сделал Лот, он не посоветовался с Богом. У него не было страха Божьего, он только просто начал советоваться сам с собой. Что он избрал? Он избрал Содом и Гоморру. Почему? Потому что они уже там были. Если внимательно читать Писание, они уже прошли через Содом и Гоморру, и они увидели, что там хорошие пастбища, что там большие города, что там природа хорошая, все орошается, все зеленая трава, а там впереди, он не знал, что там впереди. Они еще туда не ходили, они еще там не знали, там пустыня, не знал он, что там. И почему? Он тогда не советуется с Богом. Если у него был страх Божий, он обязательно посоветовался с Богом. Куда мне идти? Где мне жить? Но он идет сам. Он идет к Содоме и Гоморре. Вы знаете, когда он ушел к Содоме и Гоморре, я уверен, он был праведник. Он не собирался жить в Содоме и Гоморре. Он собирался пасти своих овец рядом. Он собирался где-то там по кругу ходить. Но что происходит с ним? Содом и Гомора засасывает его. Она его засасывает, и он начинает жить внутри города. Он начинает жить, шатер покупает. Он раньше жил в шатрах, а теперь покупает дом там. И живет в доме. Что меняется с ним? Почему? Мир засосал его. Мир сильнее. Так иногда праведники думают. Вот я праведник. Буду там без совета Бога делать то. Вот это мне нравится. Вот это мне не нравится. Вот это я буду избирать так. Бог дал мне разум. И мы надеемся на себя. Но что происходит? Мир засасывает нас. Мы выходим на какие-то там, на компьютере, куда не надо. И думаем, вот мы можем противостоять. Не посмотреть на девушку. А тут перед глазами новые, новые картинки. И что засасывает туда. Почему? Потому что нету страха Божьего. Нету страха Божьего удаляться от этого зла. Нету страха Божьего, чтобы вообще не заходить на эти компьютеры, когда не надо. Оно засасывает. Потому что страха Божьего не хватает. Дорогие друзья. Давайте будем больше молиться. Давайте будем больше пред Богом ходить. Чтобы Бог нам дал этот страх Господний, который начало мудрости. И я уверен, что нам нужно всем стать другом Богу. Не просто званными. Не просто спасенными, как мы называем, что Бог наши грехи омыл. И это все. Не просто там Он нас обогатил. Не просто Он нас исцелил. Но стать другом Богом. Чтобы ты слышал Бога. Чтобы Он с тобой советовался. Чтобы ты слышал Его советы явно. Чтобы ты знал, как поступать. И главное тут написано, что страх Божий. Смотрите, еще прочитаю в конце. Псалтырь 25 глава. Написано такое слово. Тайна Господня, боящимся Его. И завет свой Он открывает им. То есть говорится, что когда человек боится Бога, Бог открывает его тайны. Тайны, которые имеет Бог. Мы должны знать тайны Бога. Бог хочет открывать свои тайны. Но когда? Когда мы имеем страх Божий. Страх Божий – это не просто страх. Который там, знаете, написано в Библии. Надо понять, что такое страх Божий. Потому что некоторые считают, что это просто страх перед Богом. Это что-то другое. Вы знаете, написано в Библии. Бог не дал нам духа страха, но силу любви и целомудрия. Это не тот страх. Это совсем другое. Это уважение Богу. Вы знаете, когда собирается народ Божий, я часто спрашиваю, Господь, почему такое маленькое присутствие Твое сегодня? Почему так мало движения Духа Святого? Бог просто говорит, а где уважение ко мне? А где почтение ко мне? Где страх передо мной? Как я сойду сюда благодатью, если народ сидит и не слышит Слова Моего? Если он пропускает сумимо ушей? Если просто он пришел и просто провести время? Бог приходит, чтобы говорить лично к нашим сердцам. И это благодать Божья. Но она приходит только тогда, когда мы открываем свои сердца. Только тогда, когда мы даем место Богу. Когда мы уважаем Бога. Когда мы боимся Бога. Когда мы чтим Бога. Тогда он приходит. Приходит своей силой. И тогда он открывает нам свои новые богатства. Да проставим Бога. Помолимся Ему. Аминь.